Позвольте я представлюсь, кто я. Я Губарь, зовут меня Алексей Федорович. Кто я в учебном центре? Я в учебном центре занимаюсь поддержкой и ведением практически всех курсов, которые в той или иной степени связаны с съемки направлением холдэск. То есть это курсы связаны с настройкой программного обеспечения, это СИС-1, СИС-2, то есть базовые и расширенные курсы. Это курс технический. В принципе, круг вопросов, которые мне можно адресовывать и задавать, не ограничиваются только темой нашего семинара. То есть на самом деле опросы в рамках нашего времени могут быть самые-самые различные. Ну а собственно теперь, для чего мы здесь сегодня собрались? На самом деле тема семинара известна, это настройка СИТА БИОС. Ну а если честно, вот этот семинар за 45 минут я, конечно, не смогу вас научить и сделать из вас профессионалов по настройке этого программного обеспечения. Ну согласитесь, вы все люди взрослые, все прекрасно понимаете, что объем информации, который надо понимать и знать при пополнении этой задачи, он превышает временные рамки. Ну основные параметры по настройке и назначению разделов я постараюсь показать, рассказать, ну чтобы сложилось в общем-то общее впечатление. А вообще-то этот семинар является рекламным семинаром для того, чтобы заинтересовать вас обучаться по направлению холдэск в нашем курсе. И конкретно буквально через неделю, ровно через неделю в комплексе Бауманске заявлено начало обучения группы по направлению настройка, то есть базовой возможности, настройка офиса домашних компьютеров, базовой возможности. Вот там и есть в теме этого курса как раз настройка СИТА БИОС и чем мы будем заниматься. Так, ну что коллеги, я надеюсь я представился, но в любом случае, здесь у нас есть даже в презентажечке слайдик, который говорит кто я, что я. Так, очень хорошо здесь на самом деле, вот так вот. Неудобно с одним мониторчиком, ладно, бог с ним. Мы вот так вот сделаем. Собственно коллеги, с чего мы начнем? Я предлагаю, поскольку СИТА БИОС это часть программы, служебной программы настройки в самой системе, то есть персонального компьютера, для начала объясниться, а что такое персональный компьютер. Вот с чего собственно начинаем. Естественно мы вводим понятие персонального компьютера. Ну смотрите коллеги, вы не просто так сюда пришли, мне бы еще хотелось, чтобы мы в этом семинаре, ну как бы вот такой контакт с вами организовали, а контакт какой? Это беседа. Вот в вашем представлении, что такое персональный компьютер? На архитектуру компьютера, на процессе, на 16 летом. Ну это уже начинается какая-то детализация, а проще. Что такое персональный? Электронная вычислительная машина, правильно? Но есть официальное определение, я могу с ним поделиться. Персональный компьютер, это совокупность аппаратно-программного обеспечения или аппаратно-программных средств, предназначенных для обработки данных. То есть в состав персонального компьютера входит некое количество устройств, среди них есть главные устройства, давайте перечислять. Центральный процессор есть, оперативная память есть, материнская плата есть, графический контроллер есть, устройство хранения данных, то есть накопитель, жесткий диск есть, монитор есть, устройство ввода-вывода, это клавиатура, мышь есть. То есть это аппаратная часть. Дело в том, что аппаратная часть, то есть набор устройств, сами по себе никогда не работает, они будут работать только в совокупности с чем и управляемые чем. Программным обеспечением, а это значит, что в состав любого персонального компьютера входит еще и вторая составная часть, это софт. В первую очередь это операционная система. Также могу дать определение, что есть операционная система. Что такое операционка? Это множество служебных программ, предназначенных для управления оборудованием персонального компьютера и организации взаимодействия между этими устройствами и пользователями. Вот это и есть самое простое объяснение, что такое операционная система. А значит, смотрите, коллеги, состав персонального компьютера, это две части, оборудование и софт, то есть железо и программное обеспечение. Уточним немножечко. По составу оборудования персональный компьютер может быть, должен быть абсолютно одинаков. Я к вопросу о том, у вас есть персональный компьютер дома, у вас в офисе на работе есть персональный компьютер. По составу оборудования и по характеристикам этих устройств это обязательно одинаковые конфигурации? Нет. А значит, аппаратных конфигураций существует превеликое количество, превеликое множество. Правильно? То есть тот же самый звуковой контроллер может присутствовать в системе, может не присутствовать. Это необязательное устройство. Основное устройство, допустим, процессор. Мы прекрасно знаем, что есть производитель Intel и есть производитель AMD. Правильно? Немножечко разная архитектура. Но тем не менее. Тем не менее и на компьютере, работающем под управлением процессора Intel, и на компьютере, работающем под управлением процессора AMD, устанавливается одно и то же программное обеспечение в виде классической операционной системы. Правильно? Вот два компьютера. Есть компьютер с процессором Intel, и есть компьютер с процессором на платформе процессора AMD. Мы можем в этом случае пойти на сайт Microsoft, скачать программку для установки операционной системы, подготовить с помощью этой программки флешку, и с этой флешки установить, с одной и той же флешки установить операционку как на первый, так и на второй комп. Значит, вот на этой флешке изначально то, что идет от производителя программного обеспечения, какой-то универсальный стандартный набор программ, который подходит для любой аппаратной конфигурации. Правильно? А как вот сделать так, чтобы стандартный набор программ понимал уникальную конфигурацию? Я к вопросу о том, надо нам немножечко расширить списочек программного обеспечения. Посмотрите, я подготовил для вас вот такой вот слайдик, который показывает, что вот эта нижняя часть оборудования, вот эта кривая, которая намекает на то, что аппаратных конфигураций существует при великой множестве, они не должны быть одинаковыми. Даже если есть в разных компьютерных системах однотипные устройства, они по своим наборам характеристик не обязаны быть одинаковыми. Правильно? Они могут разными характеристиками обладать. С другой стороны, одинаковый набор программного обеспечения, скачанный с сайта Microsoft. Так вот, чтобы сделать вот это оборудование универсальным, стандартным, понимаемым, между программным обеспечением операционной системы и устройствами должен быть посредник. И для чего? Драйзер. Это не совсем драйзер. Вот BIOS, что такое BIOS? Вообще аббревиатура расшифровывается как Basic Input Output System. А по-русски? А что из себя представляет? Для чего используется? Не совсем. Поскольку, смотрите, коллеги, здесь все-таки нужно в названии немножко подумываться. Input Output. Вот вывод. Вас смущает, что в названии этого программного обеспечения фигурирует такая фраза? Вот вывод. Вот вывод. А значит, основное назначение этого пола в чем? Хорошо. Ну, вот, посмотрите. В составе нашего устройства может быть звуковой контроллер. Может быть. Ну, в смысле, компьютер. А чтобы обеспечить его работу, чтобы звуковой контроллер начал воспроизводить музыку, вы должны со стороны операционной системы, каким образом организовать его работу? Установить адаптеры драйв. Установить, в первую очередь, канал связи между оперативной памятью, где хранятся MIDI-файлы и вот эти, собственно, звуковые файлы, и самим контроллером в виде звукового контроллера. Само устройство может выполнять обращение, то есть пересылать данные в оперативную память? Нет, нет, нет. То есть, понимаете, что, несмотря на то, что компьютер – это множество различных устройств, то есть аппаратная часть, заставить каждое устройство работать можно только в том случае, между каждым контроллером и каждым устройством наладить канал общения с оперативной памятью, чтобы это устройство могло вовремя из оперативки взять какой-то набор данных, внутри себя эти данные обработать, а результаты обработки отправить куда? Обратно в память. Так вот этим админом управляет программное обеспечение BIOS. То есть истинное назначение программного обеспечения BIOS – Basic Input Output System – это управление обменом между многообразием различных контроллеров, устройств и памятью системы. А значит, если мы компьютер лишаем этого программного обеспечения, у нас комп разрывается на две половинки. Железо – это одно, а софт – это совершенно другое. То есть они не видят друг друга и система становится не жизнеспособной. С моей точки зрения, вот эта схемка, она расширит ваше представление о том, что все-таки такое персональный компьютер. Ну а теперь смотрите, вот основная тема, ради чего мы с вами сегодня собрались – это настройка Setup BIOS. Давайте начнем с самого основного. Что такое Setup BIOS? Коллеги, не думайте, что вот этот BIOS и то, что я сейчас задаю вопрос Setup BIOS – это одно и то же. Я могу совершенно точно сказать, не просто так я эту картиночку привел, вам сейчас пример, не просто так я этот вопрос задал. Ко мне приходят, и уже много лет я этим занимаюсь сюда на занятии, слушатели, которые очень часто считают, что BIOS и Setup BIOS – это одно и то же. Нет, далеко. Это абсолютно разный тип. Но смотрите, вот до этого момента, в течение 10 минут мы с вами объяснялись сейчас только что, что такое BIOS. Я думаю, что точка поставлена и понятна. Это служебное программное обеспечение, мы как пользователи почувствовать его не можем. Но оно там, внутри вашей системы, и оно постоянно работает, соединяя между собой устройство и оперативную память. Уберем BIOS – все, переставляет работать. То есть это то программное обеспечение, которое фактически вселяет жизнь в оборудование, в контроллеры. Без этого ПО каждый контроллер превращается в обычную пустую микросхему. Железко. А Setup BIOS? Нет, ну на самом деле, хоть и в названии присутствует, тоже BIOS, на самом деле представляется из себя совершенно другую программу. Setup – это настройка. Не надстройка, а настройка. То есть давайте определение. Setup BIOS или CMOS Setup. По-разному могут называть. Это служебная программа. Кто его разработчик, кто ее разработчик? Производитель оборудования в первую очередь, поскольку и BIOS, и Setup BIOS хранятся где? Во флэш памяти на материнской плате, значит Setup BIOS в конечном итоге принадлежит кому? Разработчику, производителю материнской плате. Только если BIOS нужен для того, чтобы между контроллером и памятью наладить канал общения, то Setup BIOS нужен пользователю. Для того, чтобы пользователь мог выполнять какую задачу? Назначение Setup BIOS в чем? Настройка. Достройка чего? Уточняем, какого оборудования. Хорошо, и вот такой пример. У меня есть принтер. Я пошел в магазин, купил принтер. Принтер и материнская плата, где в микросхемке флэш памяти находится Setup BIOS, и BIOS это разные вещи. Правильно? Я подключаю принтер через какой интерфейс? Большинство внешних устройств сейчас подключаются через какой интерфейс? Через USB. Согласен. Я подключаю через USB, дальше я загружаю операционную систему. Поскольку есть поддержка режима Plug and Play, это автоматическая настройка, загружаемая операционная система, скорее всего, увидит принтер, скорее всего, необходимое программное обеспечение будет установлено, если у вас десятка, практически всегда автоматически. Если старые операционки, вам придется самому там чуть-чуть поучаствовать. Установилось. У меня почему-то есть проблема. Принтер не соответственно, печатает или не печатает совсем. Могу ли я надеяться, что решение этого вопроса можно осуществить через Setup BIOS? Это же программа для настройки. Я к вопросу о том, для какого оборудования? Какое оборудование мы настраиваем с помощью Setup BIOS? А принтер же, разве не периферия? Периферия. Еще раз смотрите, коллеги. Производитель Setup BIOS, кто? В итоге, производитель материнской платы, правильно? Что такое материнская плата? Это множество контроллеров, задача которых управлять устройствами, встроенными в материнскую плату и подключаемыми к ней, правильно? И организовывать взаимодействие между ними. Вот это и есть задача материнской платы. Так вот, поскольку Setup BIOS – это софт у производителя материнки, то и его назначение – дать вам возможность настраивать какие устройства? Это и является частью материнской платы. Принтер, в моем примере, является частью материнки? Конечно, нет. А следовательно, максимум, что я могу проверить – это настройки интерфейса, через который принтер подключался. Подключался он через USB, через USB. USB является частью материнской платы, частью материнки. А значит, я имею право проверить изначально настройки USB контроллера, может быть, там неправильный режим, хотя маловероятно. Ну, всякое бывает. А вот ответ на мой вопрос, а вот если там все нормально и с USB нет проблем, могу ли я дальше? Нет, не могу, потому что производитель Setup BIOS, может ли он знать, куплю я вообще принтер? Нет, никогда. Чтобы для него необходимый блок настроек встроить. Может ли он знать, какая модель принтера будет? Конечно, нет. И поэтому понимаем следующее. Вот зачем нужен Setup BIOS? Поскольку это софт, который идет в комплекте с материнской платой, то и назначение у него исключительно предназначено для настройки того оборудования, которое является частью материнской платы. То есть, в первую очередь, тех контроллеров, при интегрированную материнку. За некоторым исключением. Процессор у нас является, покупается отдельно от материнской платы? Да. А будучи ставленным в разъем, становятся частью материнской платы. Так вот, Setup BIOS для процессора есть настройки? Однозначно нет. Это главное устройство. Оперативка покупается отдельно от материнской платы. Но будучи ставленным в соответствующий разъем, становятся тоже частью материнки, а значит и для оперативной памяти. В настройках Setup BIOS тоже будут настроечки, соответствующие разделы. Но вот все, что касается периферии, это то, что подключается через USB, это внешние жесткие диски, это флешки, это принтер, это сканеры и так далее. Вот для интерфейса USB есть, а для самих устройств еще эти проблемы. Или в самом устройстве, или в самой операционной системе, драйверы, программное обеспечение и так далее. Коллеги, назначение Setup BIOS понятно? Отлично. Замечательно. Давайте, конечно же. А вот сейчас вот существуют такие файлы, SIS, IBM, BIOS, SIS. Ну это вы от DOS, нет, конечно. А потому что я смотрю Windows установочную, вот это вот направленное обладание CZEON, SREM, там просто один файл какой-то, и все, есть файл. Да нет, конечно. Вы говорите сейчас... Обновить ли вы, модифицировать, или сейчас уже такое обновление? Да нет, конечно. Ну смотрите, коллега задал вопрос, вопрос из серии, не тема нашего семинара, но поскольку он поступил в вопрос, я обязан ему ответить. Есть такое понятие операционной системы, что если операционка мы с вами узнали, но есть такое понятие, как системные файлы операционной системы. Что такое системные файлы? Это служебные программы и файлы конфигурации, которые участвуют в загрузке операционной системы. Так вот, коллега задал вопрос о файле EOSIS, это расширение BIOS. Это часть программного обеспечения операционки, которая вот этот набор служебных микропрограмм добавляет, а некоторые из них меняют. На самом деле, любая операционная система BIOS модифицирует. Вы правы. Но теперь это называется не EOSIS, не EMS-DOSIS, это уже часть функций самой операционной системы. То есть, любая операционная система, она будучи загруженной, вот часть этих микропрограмм, входящих в стандартный комплект, подменяет собой. Это делается во благо. Почему? Потому что в этих стандартных микропрограммах BIOS может не быть поддержки новых каких-то устройств, а может быть ограничение на характеристики, а следовательно, вот это все преодолевается уже обновлением со стороны операционки. Вот так. Так, коллеги, возвращаемся в Setup BIOS. Хорошо, если на значение Setup BIOS нам с вами понятно, как в Setup BIOS попасть и когда это можно сделать. при перезагрузке. Естественно, вход в Setup BIOS мы осуществляем когда? А. Или при включении компьютера, Б. Или при перезагрузке. В тот момент, когда происходит инициализация оборудования, и на экране у вас появляется или красивая заставка с информацией о модели материнской платы, или... Или списочек оборудования в виде, ну, вот такой вот списочек на этом слайдике, информация о программном обеспечении, о материнке, производитель BIOS, Ами BIOS, модель материнской платы, информация по процессору, по ядрам процессора, по тактовой частоте. И вот здесь же вот такая фразочка. Press Delta Run Setup. О чем она говорит? Если в этот момент вы воспользуетесь этим приглашением, то есть нажмете соответствующую клавишу, то вы попадаете в Setup BIOS. Во-первых, коллеги, давайте... Вот, уясним. Сколько времени это приложение действует? Мало. Мало? Как правило, не больше... 10 секунд это много. Ну да, где-то около 2-3 секунд это, как правило, задержка, вот стандартная задержка. Если в этот момент вы не воспользовались этим приглашением, что начинает действовать в системе? Начинается загрузка операционной системы. А значит, если вы по-прежнему хотите войти в Setup, вам нужно что сделать? Дождаться окончания загрузки, выполнить снова перегрузку, увидеть и уже не тормозить, а нажимать клавишу. Это первое. Второй момент. А во всех ли случаях для входа в Setup BIOS вы используете клавишу DEL? Ну, допустим, если у вас ноутбук. В ноутбуках очень часто клавиша F2, допустим. А еще бывает клавиша Escape. А еще бывает комбинация клавиш. А? А еще один вопрос. А во всех ли случаях есть Setup BIOS? Поррупционный вопрос. А? А пример привести можете? В каких конфигурациях, у каких производителей Setup BIOS нет? Mac? Дело в том, что это позиция компании Apple. Там минимум взаимодействия между пользователем, оборудованием и все вопросы. Позиция компании Apple решается по настройке автоматически. Поэтому, как такового Setup BIOS нет. Если вам нужно поменять какую-то конфигурацию, для этого есть целый списочек комбинаций клавиш. Поменять устройство для загрузки комбинация клавиш, выполнить восстановление системы комбинации клавиш, подключиться к серверу для восстановления программного лечения комбинации клавиш, поменять вариант загрузки комбинации клавиш. Но у всех остальных в большинстве случаев Setup BIOS есть. Еще один маленький нюанс. Setup BIOS настольного ПК, Setup BIOS сервера, Setup BIOS ноутбука. Отличаются? Однозначно. В сервере будет присутствовать очень много настроек по администрированию, по протоколированию, по управлению процессорами, по управлению памятью. То, что может не присутствовать в десктопе. А в ноутбуке, а в ноутбуке как раз наоборот практически тоже ничего не будет. Будет бут, и будет информация о самой системе. То есть упрощенная версия. Но это опять же в силу того, что менять конфигурацию оборудования в ноутбуке гораздо сложнее, чем менять конфигурацию оборудования внутри настольного компьютера. Хорошо, коллеги. Еще один маленький момент. Возвращаясь к программному обеспечению BIOS, надо будет обязательно уточнить, что в настоящий момент есть не только BIOS, старое программное обеспечение, посредник между устройствами и системой. Есть и обновленная программное обеспечение, начиная с 2000 года, разрабатывается, вот сейчас уже практически стало стандартом. УЕФИ BIOS программное обеспечение. Слушай, это новый вариант программного обеспечения BIOS. То есть это обновленный BIOS. Называется УЕФИ BIOS. УЕФИ BIOS. Дело в том, что в зависимости от того, под управлением какого повара работает оборудование, много чего меняется в вашей системе. Начиная от самого Setup BIOS, интерфейс графический, как правило, будет с красивой мышкой и так далее. Хотя не всегда. Бывает УЕФИ BIOS, а Setup BIOS классический. Такое тоже возможно. В серверных платформах очень часто. Вот. Ну и плюс поддержка новых устройств, нового оборудования, плюс немножечко по-другому осуществляется загрузка операционной системы. Но это различие. Так вот, коллеги, вот в этих слайдиках, которые я представлю вам, это классическая версия BIOS. Это не УЕФИ BIOS. Следовательно, смотрите, если бы у нас был УЕФИ BIOS, что бы поменялось? Во-первых, в классической версии Setup BIOS управление курсором, это стрелки вверх-вниз, слева-вправо, то есть мышка не поддерживается. Клавиша Enter это войти в раздел, клавиша Escape выйти из раздела. Чтобы поменять какую-то настройку, нужно ее сначала выделить, потом нажать Enter, откроется список доступных установок, выбрать соответствующую установочку и клавишу Enter, чтобы еще раз запомнить. Или, если это цифровая позиция, просто циферки ввести с клавиатуры. Или клавиша плюс-минус PHA-пэшдаун для пролистывания списка. Но в любом случае, понимайте, когда вы входите в Setup BIOS, какие клавиши для навигации вы будете использовать, у вас всегда на главной страничке будет подсказка. Вот, видите, стрелки вверх-вниз, влево-вправо, и здесь тоже подсказка, каким образом выполнять навигацию. Так вот, если у УЕФИ BIOS Setup, еще раз, может быть, вполне возможно, такая же версия Setup, но, как правило, красивый графический интерфейс. Раз. Плюс поддержка не только английского и японского и немецкого языков, а еще и русского. Будь она, извините, неладно, это поддержка русского языка. Я не русофоб, коллеги. Как вы думаете, среди настроек Setup BIOS есть ли специфическая терминология, которая дословно перевести без искажения смысла на русский язык нельзя? Есть. Я к вопросу о том, коллеги, как бы к английскому не относились, но в таких вещах, как настройка оборудования, вот осуществление вот этих низковойных настроек, сразу же, даже если у вас есть поддержка русского языка, не спешите ее включать. Примукайте к английской, к оригинальной терминологии. Когда мы будем использовать русский язык, когда мы дойдем до разработки своего программного обеспечения в виде Setup BIOS, а значит, когда мы начнем свою материнскую плату. вот тогда мы будем диктовать и свою терминологию. Здесь сейчас, извините, правила мировые. Так вот, здесь будет отличаться. Ну, смотрите, что я могу сказать. Вот подробности по настройкам Setup BIOS, они есть в теме курса по настройке, который будет через неделю, а есть в курсе, который называется техническое обслуживание и ремонт. Он тоже есть, но у меня этот курс будет через несколько месяцев. Ну, смотрите, коллеги, можно по программке, то есть с менеджерами поговорить. Вот там будут компьютеры. Ну, то есть мы Setup BIOS будем проходить, но будем проходить на примере большей частью ну, то есть вот этих классических настройок. В чем разница между вот этими двумя окнами? Вот так выглядит интерфейс Setup BIOS от производителя АМИ. Дело в том, что мы с вами сказали, что BIOS и Setup BIOS это софт от кого? От производителя материнки. Но на самом деле производитель материнки этот софт в оригинальности покупает у софтверного производителя. Есть три основных мировых производителя программного беспределения. Есть АМИ BIOS, есть Эвер BIOS, есть Феникс BIOS. Вот три основных производителя этого пола. Так вот, зависимость от того, чей BIOS, АМИ, Феникс, Эвер, и меняется интерфейс этой программки. Вот это для АМИ BIOS характерный интерфейс, а это для Эвер BIOS или Феникс BIOS характерный интерфейс. То есть здесь главное меню формируется в две колонки, здесь главное меню в линейке верхней строки. Ну, то есть, смотрите, коллеги, здесь в главном меню есть MV Intelligent Tweaker, есть Standard Smooth Features, есть Advanced BIOS Features, есть Integrated Peripherals, есть Power Management Setup, есть PC Health Status, ну и так далее. Здесь в главном меню Main, Advanced, Power, Boot, Exit. Ну, смотрите, коллеги, насколько разных интерфейсов надо бояться. А надо ли вообще бояться? Ну, смотрите, даже если мы берем две абсолютно разные материнки от разных производителей, по номенклатуре, не по характеристикам, а по номенклатуре тех устройств, которые частью материнки являются, они по большей части совпадают. Ну, извините, коллеги, процессор есть и там, и там, и не важно он от Intel, и не важно он от AMD. Оперативная память есть и там, и там, USB контроллер есть и там, и там, SATA контроллер есть и там, и там. Значит, поскольку Setabius нам дает интерфейс для настройки вот этого всего оборудования, даже если интерфейс будет разный, назначение-то все равно одно и то же. А значит, бояться не нужно. Если вы, допустим, потратите какое-то время на подробнейшее изучение по настройкам одной версии, а в реальной практике потом встречаете немножечко другой интерфейс, самое главное, если смысл действительно был понятен, вы без труда произведете основные настройки, даже если интерфейс будет отличаться. Это действительно так и есть. Ну, то есть, в любом случае, вошли, увидели главное меню. Ну, а теперь, собственно, по назначению этих пунктиков. Раздел, который называется Standard Smooth Features, или это в Everviews, а в Everviews он в главном меню будет Main. Его основное назначение это установка даты времени. Вроде бы формальные пустые настройки. Ну, подумаешь, дата, ну, подумаешь, время неправильно поставили. Что-нибудь зависит в работе программного обеспечения от неправильной установки даты, времени? Ну, смотрите, коллеги, не какие-то, а тот же самый банальный браузер, если у вас дата стоит неправильно, при попытке открыть какую-то страничку в интернете будет говорить, что у вас сертификат давно срок годности истек. Это не значит, что он не позволит открыть, но он будет вас при каждом обновлении странички предупреждать вот этим, извините, тупым подсказком, предупреждением. А если вы используете сеть и пытаетесь подсоединиться к какой-то базе данных, то сервер на другом конце провода вообще может вам отказать и сказать, что вас нету как пользователя, ваша учетка заблокирована со всеми вытекающими последствиями. Значит, при, казалось бы, простейших настройках обязательно надо следить за тем, чтобы дата-время выставлены были в программе. Учетная запись это учетная запись пользователя в операционной системе. Это то, что создается на этапе установки, и потом можно через панель управления, через политику учетной записи создать еще дополнительный кабинет. Не, ну личный кабинет это вы говорите о подключении к дистанционному. Ну, это немножко. Это тоже учетная запись, но я сейчас говорил об учетной записи в операционке. Именно в операционке. Дальше, смотрите, коллеги, что еще мы с вами видим? Вот в этом списке есть группа каких-то позиций в левом и группа каких-то позиций в правой колонке. Что мы видим в левой части? В левой части мы видим возможные подключения разъемчики фактически для дисковых накопителей. Это могут быть оптические приводы, это могут быть жесткие диски, магниты, это могут быть твердотельные. Ну, немножечко поподробнее. Для подключения этих устройств раньше использовался интерфейс ID. Он у меня на современных платах этого интерфейса практически нет. Вместо него какой интерфейс пришел? Интерфейс SAT. А значит, если у нас на материнской плате есть ID, значит, должны быть настроечки с ID подключения. А если есть только SAT, значит, будет SAT. Если какому-то, то есть, фактически, это список разъемов, если какому-то разъемчику подключено устройство, и оно обнаруживается, устройство в какой? В виде жесткого диска или оптического привода, то напротив разъема вы будете видеть не нод детектор, как у меня здесь на слайдике, а модель этого устройства. Наличие здесь модельки говорит о том, что настроено оборудование правильно, и вы можете его использовать. Вот в этой версии, в версии main, все настроечки уже в разделе, который называется Storage Configuration, то есть отдельный подраздел, не в самом разделе main, а уже в подразделе, который называется Storage Configuration. Заходим туда и тоже будем в виде списочек разъемов с левой стороны и устройство подключено справа. Значение понятно? Ну, дальше, коллеги, floppy drive art. Мне стыдно, конечно, говорить об этом устройстве. Понимаете? А зачем он выводит серийные гоналии в модель в дисководке? В смысле? Они же, в принципе, они прошили жестко. Ну, смотрите, у вас могут быть проблемы с тем, что вы неправильно подключили или есть техническая неисправность жесткого диска. Возможность такая есть? Есть. Дальше, что будет? Если у вас вчера было все хорошо жестким диском и сегодня стало все плохо. Все плохо имеется в виду, что он перестал быть видным этого программного обеспечения, то есть он перестал быть доступным. Вот в этом случае вы получите на черном экране сообщение об ошибке. или boot failure или reboot and select proper boot device ну, там дальше текста много или disk boot failure insert ну и так далее. То есть сообщение об ошибке. То есть если это устройство перестает быть доступным, неважно какая причина, вы перестаете иметь возможность иметь загруженную операционную систему. А как вы будете определять, по какой причине у вас операционная система не загружается? Вот первая причина, если я вижу, по крайней мере, такое сообщение об ошибке, я сразу же думаю, а правильно ли для этого устройства осуществлены настройки в сетап биос. А значит, что я делаю? Я перезагружаю, нажимаю D, хожу в сетап. И я должен убедиться, что здесь это устройство видно. А вот если его не видно, я начинаю уже прорабатывать эти вопросы. Может быть кабель, может быть технический, а может быть настройки в биосе. И за настройки же тоже можно сделать, что устройство перестает быть видно, как результат не загружается операционной системе. То есть это нужно для диагностики. Зачем? Именно для этого. А вот раньше у меня есть жесткий диск, говорили, что можно перепрошивать биос. Это что такое за принципы? Я не слышал. Вопрос. Биос вы имеете в виду вот этот биос перепрошивать? Или на жестком диске? У жесткого диска тоже? А как микросхема с УФЛ, вот эти УФЛ, там какой-то контроллер. Ультрафиолетовое истирание? Да вы что, какие у вас познания? Это было в прошлом столетии. Уже давно таких типов микросхем нет. Я вам могу сказать, последний раз, когда я в своей практике с такой микросхемой УФ стирания, ультрафиолетовое стирание, электрическая запись ультрафиолетового стирания, когда я последний раз это делал, это был мой ZX, спектрум ZX, который я сам лично паял, он где-то в гараже до сих пор сегодня вспоминал со слушателями занятия, коробка валяется. Уже давно таких типов. Сейчас EEPROM, сейчас Flash технологии, это перепрошиваемая ПЗУ электрически, стираемая перепрошивается. Но я так понимаю, контекст это перепрошивка вот этого BIOS. Дело в том, что перепрошивка BIOS на материнской плате, то есть его обновление, возможно. Это делается тоже через, как правило, SETA, есть отдельные встроенные утилиты в BIOS. И делается это для того, чтобы, а, исправить какие-то ошибки, допущено изначально производителем, б, обновить это ПО для работы с оборудованием, которого, когда писалось это ПО, еще не существовало. Если это делать не надо, то и перепрошивать ничего не надо. Я к опросу о том, что от добра добра не ищут. Дело в том, что перепрошивка это потенциально опасная процедура. В этот момент, какой-то момент времени, программное обеспечение во флеш-памяти будет отсутствовать. Если пойдет что-то не так, и вы по какой-то причине закончите на этом этапе, то есть сбой будет. Вы получаете материнку без вот этого BIOS, а без этого BIOS вот это будет куском пластика. Правильно? Вам это надо? А значит думаете в следующий раз, когда надо будет возникать. То есть ради любопытства я не советую это делать. Так, коллеги, давайте дальше по настройку. Ну, по флопику, это в старых версиях, конечно, есть. Дальше есть и там, и там, видите, раздел System Information. Настраивать там ничего не нужно, там информация по программному сечению BIOS, информация по процессу, информация по оперативной памяти. Просто информация к размышлению. Ну, то есть статистические данные. Идем дальше. Ну, по стандартному настройку рассказал. Дальше. Так. Раздел Advanced BIOS Features. Достаточно интересный раздел и нужный раздел. Ну, смотрите, его основное назначение. Hard Disk Boot Priority. В этой версии BIOS мы выставляем приоритет среди жестких дисков, с какого мы будем продолжать или начинать загружать операционную систему. Дело в том, что внутри вашего ПК может быть не один жесткий диск. Может быть не один жесткий диск. А если у вас два и три жестких диска, как система определяет, с какого из них вы будете производить загрузку? С того диска, который в этом разделе будет поставлен вами за номером 1. То есть, войдя в этот раздел, вы будете видеть список жестких дисков. Используя клавиши плюс-минус, ну, или PCH, в зависимости от модификации версии, как навигация отшляется, вы сможете гонять устройство в этом списке, менять им приоритет. Вот то устройство, которое вы ставите на первое место, с него будет отшляется загрузка. То есть, это выбор жесткого диска для загрузки. Дальше. Ну, давайте, коллеги, поскольку у нас времени крайне мало, я, ну, если я по всем, мы только об этом разделе и поговорим. Я пробегусь из разряда Галопом по Европам, вы уж меня простите, но постараюсь о назначении разделов и о главных настройках поговорить. Дальше, смотрите. EFI CD Boot Option. В этой версии главнейшая настройка. Дело в том, что это версия Setup BIOS от материнки, где уже есть поддержка UEFI BIOS. Как я сказал, UEFI BIOS это не всегда красивый графический интерфейс. Это может быть и такой интерфейс. Вот эта настройка, с помощью которой вы можете регулировать, приступая к установке операционной системы, какую логическую структуру вы будете создавать. Или это будет логическая структура в виде так называемой МБР структуры, или это будет логическая структура в виде так называемой ГПТ логической структуры. Как я очень бы хотел вам и об этом рассказать. Не пугайтесь терминологии курс. Поскольку, не забывайте, все-таки это семинар, это рекламка. Приходите на курсы, в той же самой настройке мы проходим и рассказываем и об МБР структуре логической, и о ГПТ. Вот здесь возможность выбора. Дальше, последние загрузки. В качестве первого загрузочного устройства, в качестве второго загрузочного устройства, в качестве третьего загрузочного устройства. Вы выбираете здесь, с чего, ком будет при следующей перезагрузке перезагружаться. Дальше. Фуллскрин лого шоу. Возможность или при старте видеть вот этот список оборудования, или красивую заставку о модели материнской платы. То есть пустяковый, но тем не менее, настроечка, которая позволяет это изменить. Так. Так, 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 так. Ну, коллеги, по существу. Главные настройки. Advanced Chipset Features раздел. Вот этот раздел, который, с моей точки зрения, является потенциально опасным. Почему? Потому что, смотрите, в этом разделе есть подраздел, в верхнем списочке, называется Drum Clock Drive Control. Видим? В этом разделе у вас есть возможность изменять тайминги для оперативной памяти. Что такое тайминги? Это задержки, которые и увеличивают, или уменьшают быстродействие оперативной памяти. То есть с точки зрения логики, когда речь идет об оптимизации работы системы, конечно, надо сделать так, чтобы при обращении в оперативную память задержки были как можно меньше. Но понимаете, что нет возможности, точнее, исходя из чего мы можем эти тайминги регулировать, из физической возможности памяти. То есть я к вопросу о том, безграмотная работа, с этими настройками может привести к тому, что как только вы сетап биос сохраните, при следующей перезагрузке вы увидите черный экран и полное молчание системы. То есть я к вопросу о том, что неправильная настройка таймингов может задать для оперативки не рабочий режим, а без работающей оперативной памяти в следующий раз работы уже не будет. А значит, вы сетап биос вышли, черный экран, полное молчание системы. Что в этом случае делать? это клерксмоз. Ну, есть такая процедура, есть перемычка на материнской плате, которая вот эти конфигурации сбрасывает, и при сбросе будет заводская загруженная конфигурация, а в заводской автоматические настройки таймингов значит, что универсальный режим для всех модификаций. Я к вопросу о том, что здесь может быть потенциально опасный настройки. Идем дальше. Раздел Integrated Peripherals. Очень интересный раздел, и очень важный раздел, потому что здесь производятся настройки всех основных устройств, встроенных в материнскую плату, то есть контроллера. В первую очередь, SATA контроллер, к чему подключается жесткий диск, часть материнской платы. Вот для него есть PCH SATA Control Mode. И то, что здесь стоит под названием AHCI, это режим, который известен и поддерживает только современные операционные системы. Современные Windows 7, Windows 8, Windows 10. А вот если у вас старенькая XP, может ли XP этот режим поднимать? Нет, я к вопросу о том, что если вам нужно установить на комп старую операционную систему, а вот этот режим вы не переключите, он останется здесь, то приступив к установке операционной системы, когда во время установки вы дойдете до деления диска на разделы, вам XP скажет, что у вас нет жесткого диска, хотя он у вас есть. Вы просто задали тот режим, который старая операционная система не поднимала. Еще один нюанс. Между этими режимами в чем разница? Разница в драйверах в операционной системе. То есть современная операционка будет понимать все режимы, неважно, что здесь стоит. Но если вы изначально здесь установили режим HCI и установили десятку, а потом решили переключить на режим ID или наоборот, вовсе не факт, что после переключения операционка продолжила загружаться. У них разный драйвер. Десятка, как правило, может справиться и справиться. То есть она грайвер подгрузит. А вот семерка вывалится в синий экран. Вот кто-то у меня сегодня днем был на лабораторной работе, кто-то там настройки для семерки исправлял, и кто-то видел синий экран смерти. И здесь присутствующих аудитории. Так, идем далее, коллеги. Настройки для USB контроллера. Раздел видим. USB контроллер, реагерс и так далее. Настройки для контроллера 1394 это конкуренция на USB. Последовательный интерфейс не на всех материнских платах бывает. Настройка для LAN сетевого адаптера встроенного материнского плата. Smart LAN это диагностика сетевого кабеля. Мало кто из пользователей знает, что в современной версии материнских плат встроен тестер для кабеля витая пара. И с помощью этого тестера можно на расстоянии от материнской платы до 100 метров с точностью до 1 метра с указанием номера проводника и пары провести диагностику на предмет обрыва или короткого замыкания. А значит покупать приборчики для диагностики в этом случае не нужно. Я не говорю, что обязательно он есть, но в большинстве случаев он есть как встроенный тестер. Это вот этот раздел. Так, что еще? Е-САТА это экстерный внешний САТА разъемчик, но это уже тоже настройки для САТА контроллера, но внешнее подключение. Коллеги, раздел, который называется Power Management Setup, это управление режимами энергосбережения. С моей точки зрения, крайне неважный для современной Windows раздел, и поэтому я вот в этом коротеньком семинаре его комментировать не буду. Ну а PC Health статус, все очень понятно. Health это жизнь, то есть это сведения о состоянии оборудования. Это напряжение, контроль, это контроль температуры, это контроль скоростей вращения вентиляторов системы охлаждения. То есть периодически сюда заходить нужно для того, чтобы проверить, что все хорошо, и по голове беспокойства нет. Ну, собственно, коллеги, контроль. Периодически есть, например, так называемый процесс Rantensive Computations, который увеличивает разгон процесса? Ну, давайте мы разгоним в этом бесплатном семинаре совсем коротеньком по времени. Дело в том, что любой разгон это попытка заставить работать на штатном режиме. К чему приведет? Это выделение увеличивается, правильно, со всеми текающими последствиями. Тем более, есть такое понятие как деградация. Да, это может быть, но для этого нужно определенное, ну, скажем, совпадение некоторых негативных процессов. То есть, не обязательно это при разгоне будет, но может наступать. Да, может такое быть. Дальше, крайне важный раздел, к которому можно потерять оборудование. Там, где написано Frequency, это коллеги управления чем? Frequency, значение. Что такое Frequency? Это частотами, коллеги. Управление частотой системной шины, управление частотой оперативной памяти. Вот, собственно, продолжение темы разгона. Если вам это нужно будет отшлять, милости просим сюда. Но понимаете, к чему может привести неграмотно выполненный разгон? Я уже объяснил. Разгон – это попытка заставить работать микросхему на частоте более высокой, чем предусмотрено паспортом документации на это устройство. Правильно? А значит, если мы заставляем процессор работать на более высокой частоте, неизбежно увеличивается теплообмен. Если ваша система охлаждения не справляется, вы можете что? В худшем случае, ну, конечно, потерять. Хотя выжить процессор современный по температуре не очень защищен, очень сложно. Но, тем не менее. А вот с оперативкой легко. Ну, и так далее. Поэтому потенциально опасные настройки. Ну, то есть, в любом случае, заходя сюда, отдавайте отчет в том, что может, если неправильно это делать, произойти. Так. Ну, это вот как раз это вот в App Frequency было. Так. Далее. Load File Safe. Загрузка так называемых отказоустойчивых параметров. То есть, это автоматические настройки Setup BIOS для оборудования от производителя Setup BIOS. Но отказоустойчивость значит настроены на низшую степень производительности. Ну, то есть, если что-то сбоит, если что-то там где-то не получается, можно попробовать, потеряем скорость, но, возможно, все корректно заработает. Load Optipizer Default. Это загрузка с точки зрения производителя оптимальных настройок. Это для лентяев. Если не хотим разбираться с каждой позицией BIOS отдельно, можно поступить здесь, но не понимаем буквально, что это для каждой конфигурации оптимальное решение. Не всегда Load Setup Default приводит к тому, что система становится стабильной и рабочей. Коллеги, ну что я могу сказать? Время нашего семинара ограничено. Я бы очень хотел рассказывать, 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 но 45 минут, а точнее, академический час, ровно один, который отведем, он закончился. Я показал, например, лишь одной версии. Презентажечка, которую вы можете получить в личном кабинете, ну, к менеджерам и так далее. Там есть еще по Амишному BIOS второй блок настройки. То же самое, основные настройки, но уже по другому интерфейсу, по Амишному BIOS. Но все-таки самое главное, о чем я хотел сказать, просто если вас интересует это направление, раз вы здесь в аудитории, то это направление, направление технической поддержки вас интересует. Я к вопросу о том, что можно каждую тему выучить самостоятельно. Сейчас на YouTube очень много роликов, сейчас много, можно чего в интернете найти. Но на это нужно кучу времени. И не у каждого есть возможность в силу своих определенных черт характера заниматься самообразованием. Чем курсы помогают исправить ситуацию. Когда вы пришли, вам за короткое время дается очень важная выжимка. Выжимка это фактически тот фундамент, на котором вы дальше свое уже самостоятельное образование будете строить. Так что я к вопросу о том, будет желание, если это понравилось, если интересует. Следующая суббота это курс настройки. Приходите. Далее курс технической обслуживания. Приходите. Дальше курс связанный с основами сетей. Приходите. Курс дисковое хранилище, то есть устройство хранения данных, диагностика, восстановление данных. Приходите. Естественно там часов не 45 минут, там больше. И в каждом направлении мы уже более предметно согласно программке будем с вами взаимодействовать и действовать. Вопросы есть, коллеги? А сейчас остались вот эти вот джамперы? Там переключаешь какими-то там эти как-то перевычками? На некоторых материнских платах часть настройка осуществляется по-прежнему джамперами. Да, есть такое. Бывает. Но в большинстве случаев это или специфические материнки типа серверных материнских плат, или какие-то материнские платы производящие для оверклокинга, для разгона, там может быть дублирование. Вот. Ну или это управление питанием для выхода энергосбережения, то есть USB power и так далее. А вот большей частью и большей частью материнки и основные настройки это сетапе. Часто это именно там. Хотя не исключен вариант через... Хотелось бы знать адрес личного кабинета, через которую вы иногда общаетесь. Личный кабинет это вы должны зарегистрироваться на нашем сайте, и тогда у вас вот этот личный кабинет это и есть, вот когда входите после регистрации, вы попадаете в личный кабинет и весь материал именно там можно брать. Если я зарегистрировал, тогда этот материал должен выложен, менеджеры должны выкладывать его туда. Если что-то не получится, ну то есть если, если не будет выложен, ну во-первых, можно всегда письмо менеджеру написать, вам пришлет по электронке, а даже если это, можете мне письмо, там же моя почта есть, записать мне, я его в свой личный кабинет выкладываю, но к моему личному кабинету вы доступ получаете, когда вы становитесь слушателем. Ну или мне напишут, если я в курс какой-то да, да, да. Закончил курс все отношения. Ну там нет, какое-то количество времени еще поддержка есть гарантийная, конечно. Но как? Как? Именно так. Ну что, коллеги, очень было приятно с вами здесь повстречаться, ну с кем-то мы с утра здесь встречались, так что я надеюсь, я ненадолго вас задержал после занятия, ну а все-таки может быть, и надеюсь, что те, кто пришел, что-то пусть минимальное, но полезное для себя подчеркнули. Удачного вам вечера, удачной вам, ну недели, следующей рабочей. Приходите, будем с вами беседовать в Кожеве.